Добрый вечер, добрый вечер, дамы и господа. 21.00, суббота, вечер. Это значит, что в эфире мы, программа «Особыстый простер», где нет места лжи и фальши, где говорят о важных вещах, делают это на простом, доступном человеческом языке. Как всегда, его ведущий я, Александр Югоров, рад служить вам. Сегодня моя гостья, дама, это прима Черниговского молодежного театра, Татьяна Салдинская. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, только как-то странно слышать прима. Пусть будет просто актриса. Да, странно слышать. Ну почему? Я слышал, что вы ключевые роли играете, занимаете весьма и весьма значимое положение. А вы знаете, у нас замечательный театр в том смысле, что у нас все актеры имеют и главные роли, и маленькие эпизоды. Сегодня ты в главной роли, завтра ты, что называется, в массовке. Ну поскольку театр маленький, это как-то массовка вроде, ну как в эпизоде. Массовка. Вспомнила сразу, вы сказали, о массовке Эльдар Рязанов никогда не делил на эпизодников, он всегда роли, да? Главные роли в ролях просто и в маленьких ролях. То есть режиссер не обижал, вот как-то не чижал достоинства актеров, которые... Да, ничего, я перебила вас. Мне кажется, вот эпизоды играть сложнее. Вот для меня это очень трудно, чтобы сыграть эпизод. Если нет какого-то попадания человеческого в эпизод, да, в характер, так очень трудно. Мне нужна помощь режиссера. А есть же замечательные актеры, которые просто, ну, делают блестящий эпизод. Вот мне проще сыграть там главную роль, чем эпизод. Может быть. Ну, хотя смотря еще, как он выписан. Ну, смотрите, вы начинаете условия уже ставить. Играете и маленькие роли, и большие, и одинаково. Так и делаем. Да, ну, в общем-то, правильно. Зрители, у вас есть свой зритель? Вы знаете его? Некоторые кусочки, Черников, небольшой город, и театральный мир, я не думаю, что обширный. Да, да, да. Вы их знаете? Вот это Мария Ивановна пришла, вот это Сережа с женой Мэна. То есть вы как-то общаетесь вне сцены с этими людьми? Или только вот у вас? Да, общаемся, общаемся. Они нас знают, можем на улице встретиться, поговорить, ну, если вот, или где-то на каких-то мероприятиях, когда соприкасаемся. Ну, здорово. Кого-то из них выделяете по темпераменту? Ну, скорее всего, даже не знаю, не по темпераменту, а, как я всегда говорю... Просили любви, так сказать, обожания. Нет, по... Смотрим ли мы с ним в одном направлении? Или не в одном направлении? Как бы по... Как это сказать, Господи? По мироощущениям. Да, да, да. По энергетической совместимости. По родству душ. По родству душ, да. Психологическая совместимость еще. Не ревнует ли ваш супруг к поклонникам? Нет, думаю, что нет. Но ваш супруг тоже связан с театром, актером? Да, актер и режиссер. И вообще очень талантливый человек во многих профилях. Он и играет со слуха, может импровизировать. Музицирует. Музицирует, да. И пописывает. В стол? Либо издается? Нет. В стол или пьесы, которые он ставит. Но он как бы переписывает, скажем так. То есть он берет, допустим, одно произведение, еще какое-то, и как бы комбинирует. Вот в этом смысле пописывает. Пишет какие-то сценарии к будущему. Да, 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 да. Что-нибудь поставлено по его этим запискам? Ну, да. Вариант, который мы ставили «Пляску смерти» как бы по Стринбергу, но там были вкрапления. «Королева красоты» по Макдонаху, это тоже там были вкрапления, я думаю. Потом он очень любит Бродского, и он делал спектакль. Был у нас замечательный, кстати, спектакль. Мы его только три раза сыграли в театре. По Бродскому и Мандельштаму назывался «Новый Жюль Верн». И это был его как бы режиссер. То есть он там и актером выступил, и режиссером, и автором сценария или пьесы, которые мы делали. То есть занят, в общем-то, с полной загруженностью, можно сказать. Да. Давайте о вас. О вас, потом, в общем-то, будет оказия, позовем супруга, пообщаемся с ним напрямую. Спросим у него, как он такую женщину до сих пор сумел держать. Ревнует он вас, кстати? Не знаю, это надо у него спросить. А повод вы даете? Нет. То есть вся из себя мораль, нравственность, мораль русского туристов обликового морали? Ой, не знаю. Мне хотелось бы такой быть. Существует ли маска между актрисой Татьяной и Татьяной-женщиной? Какое-то различие? Я думаю, что нет. Я думаю, что мои какие-то... Вот это пришло с возрастом, когда уже со сознанием. Я сознательно могу сейчас сказать, что что-то мое человеческое я, да. И актрисы, оно сейчас как... Потому что я отношусь к профессии как... Ну, это так громко и нескромно, может сказать, как к миссии какой-то. То есть для меня выход на сцену, это... Можно я процитирую, мы играли пьесу Отелло, шел спектакль у нас, я там играла Эмилию по клейму. И там весь третий акт в пьесе был посвящен театру. Для чего театр существует, что и что значит профессия актера, да. И вот за последнее время меня это очень впечатлило. Это мои любимые слова, относящиеся к театру, зачем он нужен, и в чем суть актера. И вот сейчас я вспомню. Возможно, Бог театры создал, чтобы действие, что в жизни так некрасиво, так неумело, в театре постигало свой высший смысл, свою предельность сути, красоту, заложенную в нем. Возможно, день в день, идя по лабиринту истории, сюжетов, слов, освобождаем мы кого-нибудь там, в зале, от необратимости незнающего в совершенство законов ритуала. Чтоб кто-то дальше жил, чтоб помыслы его чудовища покинули, чтоб демон, к нему явившись, не поработил его, и меч в его руке не оказался в миг ослепление ока сердца, чтоб радость новой встречи, любви грядущей им овладела. Это вот по поводу, что значит театр для меня, да, выход на сцену. И актер, вот какие замечательные слова там. Если чисто и ясно желание познать, сильно и радостно, то нечего бояться. За это Бог и держит нас, и это не следует обсуждать. Религии дано нас провожать в последний путь и наставлять родившихся на жизни путь. А нам дано быть вечными детьми, не знающими страха, играть в войну, убийства, преступления, славу. Так дух живет, меняя лики, имена, столетия и города. Должны мы постигать слова, произносить их и слушать отзвук. Быть беззащитными настолько, чтобы в зале наше каждое движение воспринималось как богоявление. Вот видите. Очень красиво это, Татьяна, очень красиво, очень помпезно, грациозно. Поэтому я говорю, ну вот... И далеко. Вот я поймал себя на ощущение, что мне это и нравится, и не нравится, не то, что не нравится, я не принимаю до конца, не верю одновременно. Очень далеко это от реальной жизни, от людей, от... Ну не может быть такая вот женщина, как вы, с красивыми глазами, которая вот так вот страстно процитировала на языке, в общем-то, который давно не изучают в этой стране, и половина там сейчас наслышащих, половину слов смысла не определили, не поняли. Как-то это же слишком далеко. Недалеки ли вы от народа вот этим всем? Нет, я думаю, что культура, духовность, она всегда должна быть, ну, как... Нация без культуры – это не нация. Культура, духовность, театры... А театр, возможно, человек, который приходит в театр, он какие-то свои проблемы увидит на сцене... Оставляет дома, забывает все-таки, да? Ну, не забывает, а он как бы, проблема, которая там решается в определенной пьесе, да, в сюжете, он вдруг может освободить, то есть театр может помочь ему освободиться от этой проблемы. И он становится соучастником действа. Ну вот в частности, как от Телла мог, поскольку там о ревности речь шла, возможно, придет человек ревнивый, который ревнует свою жену, и потом и подумает, что да, может, не стоит так ревновать, чтобы не задушить. Тяжело вам живется, вот, будучи такой возвышенной, в жестоком и непростом мире за окном? Вы знаете, ну, наверное... Вы не замечаете как-то окружающий сосуд? Нет, очень больно и очень болит. Вот сейчас все события, которые происходят в стране, и думаешь, ну вот для меня самая главная заповедь – это не убей. И я думаю, что рано или поздно все мы окажемся там, и каждый из нас будет отвечать. Да, конечно. И все мы с собой туда не заберем. Никакие ни деньги, ни богатства. Мы ничего туда с собой не заберем, я вам даже больше скажу. Поэтому... А, как-то, знаете, театр занимает почти все время. Как я говорю, это 24 часа в сутки. Ну, не 20, это... Вот. Но жизнь, да, за окном. Нет, она меня волнует, она болит. Особыстый простер в эфире. Татьяна Салденская, актриса. Не хочу, чтобы я ее называл примой. Известная актриса Черниговского молодежного театра у меня в гостях. Продолжаем разговор. Давайте немного все-таки вот о уже конкретном действии. Спектакль. У вас недавно был «Бенефис». Да, расскажите о нем. Интересно еще «Бенефисы». Я тоже уже на пороге своего какого-то «Бенефиса». Может, и украду у вас пару идей заодно и запомню. Для меня «Бенефис» — это возможность сыграть какую-то новую роль, которая тебе нравится. И вот, пользуясь случаем, что намечался мой «Бенефис», как бы, ну, вот так вот сложились обстоятельства. Режиссер предложил мне безымянную звезду. И я сказала «да», потому что уже, к сожалению, уже возраст. И я еще чуть-чуть как бы могу, еще могу эту героиню играть. И поэтому вот к «Бенефису» был поставлен этот спектакль. Это последнее. Да, ну, мы открывали сезон этим спектаклем. Этот сезон. Не знаю уже, что получилось. Удалось. Очущение потом, после вкуса, все было хорошо? Все прошло так, как хотели? Ну, спорный спектакль получился. Одни принимают, другие не принимают мою героиню, потому что известный фильм есть, где сравнивают, да. На что я говорю, а вы читайте пьесу, почему я ее сильно драматизирую героиню. Я говорю, вы почитайте пьесу, там написано. Я не буду читать пьесу, в большинстве с вами. Вот, и, ну, это и хорошо, что одни принимают, другие там, может быть, не принимают. В этом и есть. Значит, там что-то есть. Ну, безусловно, всем понравиться нельзя. Всем нравится только ассигнация денежная. Остальное все вызывает споры. Это нормально. Если спорят, лишь бы не оставались равнодушными. Да, было здорово. Потом был, вот мы сыграли спектакль на «Бенефис», а потом был «Капустник», и все мои коллеги, ребята все поздравляли. Было очень так весело и трогательно. И пришли ребята с драматического театра имени Шевченко, с которыми мы вместе работали когда-то. И Андрей Бакиров, Андрей Ринатыч Бакиров, который главный режиссер-художественный руководитель сейчас театра, который в свое время мне доверил неопытной еще актрисе, большую, бенефисную роль. Это была пьеса Родзинского «Наш де Камерон», где просто, ну, там купаться можно было в роли. Вот. Потом я еще играла у него в «Служанках» в пьесе. Потом мы работали еще... Он был моим партнером «Стеклянный зверинец». Я маму играла, а он играл сына. Вообще я благодарна всем своим коллегам, всем своим партнерам, как я говорю. Без тебя нет меня. Чем лучше партнер, и это я уже проверила, тем и ты лучше как актер. Потому что я, например, очень люблю молчаливые сцены, молчать, когда партнер говорит на сцене, да? Но в это время ты же тоже, ты же живешь в этом всем. И вот эти вот... И порой я, я когда там потом просматриваю на видео, там, съемку, думаю, как я это делаю? Ну, вот как это? Ну, вот партнер дает. Друзья, давайте посмотрим фрагменты спектакля с участием нашей героини. Она пришла не с быстрыми руками и принесла нам несколько материалов снятых. Потом вернемся в студию и продолжим программу. Смотрим видео. Смотрим видео. Однажды ты все узнаешь. Ты слышишь, как тот говорит Боже, какой вы красивый ребенок, как ангел от меня был. Тогда, в детстве, мне было даровано все как бы сразу. Потом только отбиралась. Я была рождена в раю, а потом изгонялась. Я часто заведую тем, кто был рожден в аду. Не в любви, не в любви. Рай для них впереди. Для меня же вся жизнь была. Собственно говоря, все уже случилось для меня. Я была счастлива. Лучше ведь не будет. Лучше ведь не будет. Я это точно знаю. Я уже не та. Если вы смотрите на меня и думаете при этом обо мне. Какая я, какая я, существую для самой себя. И та, как вы меня видите, сольется в одно лицо. Жизнь не теряет смысла. Я, ну, я захочу детство. А заходить в детство, значит, мне нужно. Я, ну, я захочу детство. Знаете, как странно устроен человек. Он боится, стесняется себя, что ли. Стесняется жизни. Жизни такой, какая она есть. Ибо мы не знаем конечного смысла. А счастье, оно всегда поджидает нас не там, где мы его ждем. И совсем это не такое, как мы себе его представляли. И жизнь. Я знаю, что это великое заблуждение. И сделать человека счастливым невозможно. Но не мешать-то ли ему можем? Не мешать быть счастливым другому. И поверьте, это большой труд и тяжелое испытание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень тяжело доказывать близким тебе людям, что всякая любовь – это тайна. Субтитры создавал DimaTorzok Ну как бы сказать? Господь был нелицеприятен. То есть вы понимаете, что я… То есть то, что мы хотим видеть и то, что мы видим… Я вышла замуж заидиозно. Ну, как это сказать? Однажды я сказала одному человеку, что буду относиться к нему так, как он такой заслуженный, по заслугам, а он говорит мне, вы относитесь ко мне хорошо, а не по заслугам. По заслугам ко мне отнесутся на страшном суде. У кого-то кто-то умер, у кого-то кто-то болит, у кого-то бросили, жена муж любовник, но есть еще одна боль, когда болит то, что не случилось. От тебя так много ждали, а ты, ты хотел оправдать чужие надежды, ни своих, ни чужих. Если у вас хватит силы, неведомая сила сделает свои последние усилия и вы начнете всплывать. Если у вас хватит силы, на все нужны силы. Что ты собираешься делать? Что-нибудь случилось? Чтобы опуститься, нужны силы, чтобы всплыть, нужны силы, и чтобы потом жить, нужны силы, на все нужны силы. Татьяна Салденская в особистом простире. Продолжаем разговор. С личной жизнью у нас все сложилось, я так понимаю, муж, семья, дети, все, наша радушия. Как там? Ну, детей нет, но да, радушия. Радушия, ничего, может быть, никто не знает. И в театре, в общем-то, у нас в театре как семья, и наш, я папой уже называю, может обидеться, наш Костянов Геннадий Сергеевич, но, в общем, это была его идея создать этот театр, и мы создали его в 85-м году на базе театра «Кукол». Мы просто сделали самостоятельную работу, 11 страниц военной прозы, приехала комиссия из Киева, посмотрела, и нас как раз тогда, в этом году, был фестиваль в Одессе самостоятельных работ, где были представлены академические театры, и мы нас туда тоже отобрали, и мы стали победителями, и это был 85-й год, нас сразу позвали в Москву, мы там играли, нас звали, постоянно в Киеве мы играли, и вот тогда вот дали здание театру, и произошла такая реорганизация, то есть как бы театр «Кукол» отделился, и был создан вот молодежный театр. Советский Союз все равно старались, сделали, работали, сыграли, были замечены, но все равно отреагировала власть, так сказать, да, понимаете? Да, да, потому что в Москве как раз находился какой-то там начальник, который тоже посмотрел и сказал, так у нас в Чернигове будет черниговская таганка такая маленькая. Маленькая, да. Вот, а помню времена, по-моему, это 93-й год, когда очередь занимали с 6 утра, распродажа билетов за месяц была, и висели списки, как в московских театрах, как бывает, вот, кто там за кем, да, когда касса открывалась. Науки писали, да, да. А сейчас как с этим зритель ходит? Ну, сейчас, к сожалению, ходят на какие-то спектакли, аншлаги, и бывают билеты. На премьерные спектакли все, понятно. Тем более зал у нас маленький. Потом какие-то спектакли, которые идут уже по несколько лет, ну, как-то... Актер, профессия, мало востребован, равно как и музыкант, чью я знаю там, в свою очередь, самым будущим музыкантом. Но все равно... Это вот самопожертвование, такой образ жизни. Второй жизни не будет, а вы смотрите, какая красивая, какие у вас глаза, какая бы могла быть модель, или правильно бы куда-нибудь, уже бы Бентли были, острова и так далее. Понимаете, в чем дело? Не будет второй жизни. Вы не жалеете о том, что вот так? Нет, нет. Я думаю, что каждому суждено то, что суждено. Это его судьба. Хотя верю в то, что есть, как в русской языке. Пойдешь прямо, пойдешь налево и направо. Что нам даются варианты. У вас были эти варианты? Вы помните отчетливо в тот день, когда приняли решение, что туда не пойду налево, потому что там плохо. А вот я вся такая, пойду направо. Возможно, были. Сейчас понимаю, но боялась. Страх, страх, страх. А если бы вот сейчас открутить ее на место, с большей долей вероятности, я, например, абсолютно убежден, что вы выбрали другой какой-то путь, нет? Нет, профессию нет. Ну, причем профессию нет. Путь-путь. Театры, да. Другие сцены бывают, другие гонорары, другие социальные условия для актрисы, так сказать, с такими красивыми глазами и возвышенными монологами. Нет? Не знаю, хотя на данный момент мне нравятся маленькие театры. Я люблю... На данный момент мне тоже нравится чердинговское телевидение. Мне нравится видеть актера, видеть его глаза. Все понятно. Да-да-да, маленькие монологи. Я тоже люблю кухонные концерты, сидеть там в шесть человек, и они все так смотрят влюбленно. Зарабатывать деньги, типа там, вот как есть... Нет, есть великий актер, который выходил в джигахханян. Завтра позвонит Виктюк и скажет в Москву, ко мне немедленно, мгновенно играть там очередную его какую-то задумку. Что будет? Ну, другой он не позвонит. Как это будет? А мы знакомы, он такой, например, что... А вдруг? А вдруг? Ну, а вдруг тогда да, тогда да. Почему бы и нет? Так я же говорю, да. Вот. А маленькие театры я тоже люблю, и маленькие зрители... Ну, почему-то вот как-то не случается. А почему? Не знаю. А хотели? Может, сами что-то не так сделали, так сказать, туда, ближе к славе? Я понимаю... А вы знаете, наверное, потому что я не амбициозный человек. И мне хотелось как бы работать, как я говорю, для Бога. Быть честным, искренним, что-то доносить. Если это кого-то заденет, я все люблю повторять, я уже в интервью повторяю строчки Эмилии Диккенсон. Если чью-то боль я хоть раз унила, то я не напрасно жила. Если чьему-то сердцу разбиться я не дала, то я не напрасно жила. И вот если чью-то боль я хоть раз унила, я имею в виду там, там, сидящих в зале, да, в зрительном, то я не напрасно жила. Может, в этом смысл моей жизни. А может. Зачем я пришла сюда? Звучит красиво, благородно. А вдруг еще как-то не так? Я люблю смотреть сквозь призму разных... Ну, все может быть, все может быть. То есть, если вдруг Роман позвонит, алло, это он, то, в общем-то, еще все может быть и может статься, да? Да. А правда же легче жить, когда, вот, я вас так пополкнул на мысль, а вы засыпая сегодня, а вдруг действительно вот еще что-нибудь, пусть не Виктюх, пусть не завтра, да, вот чего-то же еще хочется, вот такого эдакого, не все же еще, уже же еще дальше нужно, да? Хочется хороших ролей, хочется, чтобы мир был в нашей стране, это самое главное, мир и любовь. Это вообще нет. Я готов больше не петь, не говорить, зашить себе рот, просто пусть перестанут люди гибнуть, и все, я уйду из публичных профессий, буду книги там писать, если нужна жертва, конечно, это вне всяких сомнений, тут не идет разговор. Но все-таки какая-то у нас с вами профессия, какие-то неблагодарные они, да? Нет, я думаю, что это счастье, потому что иметь возможность, вот вы сказали там, модели, иметь возможность проживать... Ну, я сутрирую его, да, цинизмом. Ну, да, прожить столько жизней, столько судеб, разных, притом это театр, это как бы освобождение от комплексов каких-то, потому что я выходя, я вроде как закрываюсь, да, и даже если я обнажаюсь, как обнаженный нерв, то это же, я могу сказать, это же была не я, это же была Сара из Иваново, или это была Аркадина, или это была бланш из «Трамвай желания» Уильямса. Ну, то есть... Лишь бы за вот этими вот, так сказать, ролями не пропало... А, оно не пропадет, потому что я говорю, что есть вот это вот, если соприкасается с моим человеческим, то... Ну, даже играя негодяя, вот играя там, вроде как Аркадина, вроде такая она нехорошая, в «Чайке Чехова», но я ее... У нее на первом, в нашей трактовке с режиссерами, мне очень понравилось, когда режиссер сказал, вот, как бы, она актриса с большой буквы, она актриса, и ради... у нее театр на первом месте, потом уже сын, вернее, даже сын, наверное, на третьем, любовник, а потом уже сын, да, любовь на втором месте, но на первом месте у нее театр. И мне очень... я сказала, все это то, что мне нравится. Все, что нужно Татьяне, это театр. Что нужно нам с вами, дорогие друзья, мы пока еще не знаем до конца, кроме того, чтобы был мир всегда и никогда больше не было войны. Пока я над этим размышляю, вы, ваше внимание, еще один фрагмент из театральной жизни нашей гости Татьяны Салдинской. Смотрим, запоминаем, наслаждаемся, мотаем на ус. Внимание вашего. Салдинской. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 C'était l'amour sans amitié Il va falloir changer de mémoire Je ne t'éclairai plus Hélène L'histoire n'est plus à suivre Et j'ai fermé le livre le soleil Tu n'y entrerai plus Je ne t'éclairai plus à suivre 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас уже не танцую, только в спектаклях. Когда-то любила, чуть-чуть занималась большим теннисом, в школе занималась баскетболом. Но вообще очень любила танцевать. И вот когда делались в театре очень много раньше концертов и танцевальных номеров, то я была очень активна в этих номерах. Какая-то недосказа у нас во всем осталась. У нас от беседы, у меня, и это очень нравится мне почему-то. Сейчас может настроение такое. В конце каждой из программ наш гость в гости имеет возможность выступить в рубрике, эдакая уже постоянная с нашей, надеюсь, любимой телезрителями рубрики «Минута откровения», где без вопросов ведущего, без каких-либо давлений сверху, вы наедине с телезрителями, персональную камеру, говорите что-то важное, о чем мы не сумели, о чем-то я не спросил, что-то вы хотели сказать, не смогли по тем или иным причинам. Как бы там ни было, минута в вашем полном распоряжении, и она начинается приятно сейчас. Прошу вас. Я хотела бы пожелать всем мира и любви. И сейчас почему-то вспомнились строчки Антона Павловича Чехова, который говорил, человек, должно быть, все прекрасно. И строчки, которые я произношу в роли Сары, в спектакле Иванов, они вроде такие простые, но почему на любовь не отвечают любовью? Почему за правду платят ложью? Всем добра, желаю, мира и любви. С любовью. Дорогие друзья, я не знаю почему, у меня нет на последние два вопроса, заданные нашей гостьей, ответов. Как и у многих из нас в это нелегкое для страны время, конечно, главное, мир пусть закончится в противостоянии, а мы будем встречаться с вами всегда в одно и то же время здесь, по субботам в 21.00. Живите мудро и вообще просто живите. До встречи. На сегодня все. Пока. Когда душа смутная и сумлённая хворая, тогда и дребницы нам вещают горы. О, Жоанны, скажите, скажите мне слова, кохань. Вы потрясающие, потрясающие. Толпа приветствует, я бедна и скоро умру. Какие? Как и зон заград голубой мечты, разменявши ничто на собственные черты. Попросишь у меня прощения. Нас ждут, любимый. Мы идём? Да. Музыка.